10 лет. Это много или мало? Это в любом случае прогресс. 10 лет назад, чтобы сделать интересные и актуальные новости, нам приходилось пользоваться вот этим. Иногда, чтобы записать все, требовалось две, а то и три кассеты. Сейчас все самое необходимое умещается вот на такие флешки, а иногда хватает даже простого телефона. Время идет, время меняется, и мы шагаем в ногу со временем. Но иногда хочется остановиться, обернуться и вспомнить несколько историй. Вкратце. Когда солнце еще только начинало свой разбег, а поля были не паханы, на Брятской губернии вовсю шли монтажные работы. Мало кто знает, что наш спортивный обозреватель Дмитрий Кузнецов лично прокладывал кабели. Чтобы было легче это делать, он использовал швабру. Сейчас я там учил, господин, как это делается. В общем, вышла довольно запутанная история, разбирали ее потом два дня. Когда мужчина и женщина любят друг друга, или просто работают вместе в одном кабинете, они играют в свадьбу и становятся парой. На телеканале Брянская губерния таких пар две. Это Чита Маркеловых, Светлана и Артемий. А вот Седачевы, Евгений и Александра. Совсем недавно они стали родителями, с чем их и поздравляем. Но есть еще одна пара, которые приписывают брак. Это Кристина Персхилава и Дмитрий Кузнецов. У них так много совместных проектов и интервью, что сложно закрывать глаза на факты. Кристина и Дмитрий отличная пара, но всего лишь профессионалов своего дела. А Брянская губерния – это не только телеканал. Это еще и радиостанция. Радио своего рода кузница кадров. Я Андрей Мамошин и моя коллега Елена Лыщицкая пришли в телевидение именно отсюда. А теперь к другим новостям. Как говорят в народе, каждый радиоведущий мечтает стать телеведущим. В нашем случае это была ценная перемена. Завершая юбилейный выпуск вкратце, нашему оператору Владиславу Пескунову было 8 лет, когда Брянская губерния только начала свое вещание.